Это вот молодое поколение, и они соль земли, а это старое поколение, которое себя изжило. Раньше надо было рисовать кистями, теперь можно там на каком-нибудь айпаде, на планшете. Чем отличаются футболисты одного поколения от другого поколения? Они ничем не отличаются. Они либо умеют играть в футбол, либо не умеют играть в футбол. Люди обсуждают заметно по-другому, потому что стало обсуждение заметно и быстрее, и в какой-то мере техничнее. Как один из посетителей выставки подошёл к Пикассу и говорит, армянское радио спросили, как люди будут размножаться в будущем. Я разблокирую некоторую ачивку, рассказать анекдот Александру Абрамовичу, а не наоборот. Это я к чему сказал? К чему? К чему же. Хорошо бы команде понимать разницу между аппликацией и коллажем. Есть такая разница, есть, но, возможно, она не всегда существенна. Здравствуйте. Это подкаст «Внимание, вопрос», где мы с знатоками клуба «Что, где, когда» обсуждаем вопросы, на которые нет правильного ответа. Меня зовут Михаил Крюк, и сегодня у нас в гостях магистр игры «Что, где, когда», обладатель бриллиантовой совы, шестикратный обладатель хрустальной совы Александр Друсь. Здравствуйте. И обладатель хрустальной совы Денис Галиакберов. Добрый день. Внимание, вопрос. Чем различаются поколения знатоков игры «Что, где, когда»? Александр, вы в телевизионном клубе с 1981 года сыграли рекордное количество игр, сыграли за столом в первой игре в прямом эфире, в первой игре, которая прошла в охотничьем домике, стали первым знатоком, выигравшим «Супер Блиц», первым магистром и даже первым знатоком, которого выгнали за подсказку игрокам. Денис, ты в клубе всего четвертый год, на сегодня сыграл 11 игр, попробовал себя в разных командах, стал обладателем хрустальной совы и даже был претендентом на бриллиантовую. Было. Денис, кто был твоим кумиром в детстве? Хороший вопрос. И если я скажу, что «Человек-паук», это будет сильно вот вне формата? Нет, мы это оставим. А тебе тогда задам уточняющий вопрос. А все-таки знатоков. Из знатоков, на самом деле, мне очень нравился Илья Новиков за один просто легендарный, мне кажется, эпизод. Очень люблю о нем рассказывать, когда Илью оставили на решающий раунд одного, выпал Блиц, превратился в Супер Блиц, и он взял все три вопроса знания. Я не так давно пересматривал этот эпизод, все еще очень впечатляет. Вот. Наверное, мой самый любимый игрок. Александр, ну, вам, наверное, этот вопрос не актуален. Расскажите... Почему? С удовольствием послушаю. А кто был вашим любимым знатоком? Или сейчас, может быть, он до сих пор в клубе есть? Нет. Мы говорим в прошедшем времени, кто был моим любимым знатоком. Так получилось, что мне повезло, когда я пришел в 81-м году, тогда играли тройками, и я попал в тройку к самому своему любимому игроку, старейшему игроку телеклуба, это официально был титул, старейший игрок телеклуба, Александр Сидин. Нас с ним играло двое. Он, ну, как, не капитан команды, а капитан тройки. И мы с Никитой Шенгином. Так что у меня тоже были свои комеры в свое время. Александр, а как вы попали в клуб? Как вообще тогда попадали? Ну, это такая, в общем, достаточно известная история. Я на всех углах рассказываю. Я в 80-м году посмотрел несколько игр, что, где, когда, и понял, что я отвечаю, по крайней мере, не хуже, чем те ребята, которые сидят за игровым столом. И когда пошла бегущая строка, желающая принять участие в игре, вы присылаете заявку, я такую заявку послал. По двум причинам. Ну, во-первых, первое, я уже сказал, что я считал, что я ничем не хуже, чем те ребята, которые за столом. А я с детства люблю играть во всякие интеллектуальные вот такие игры. Векторейные, ну, прочие всякие развлечения. Ну, вот. И второй момент я на тот момент никогда не видел, не был, не присутствовал, не знал, как делается телевидение. Поскольку я очень любопытен, мне было интересно на это дело посмотреть. И я отправил заявку, предполагая, что, ну, вот, такого хорошего меня пригласят сразу. Я одно-две игры сыграю, и дальше буду суток. Мне будет достаточно. Тем более, что у меня было много времени, хотя у меня уже была жена, уже был маленький ребенок, но я был на дипломе. В своем выезде, как у всякого приличного студента, у меня диплом был уже готов. И, соответственно, было свободное время. Настолько свободное, что я работал на трех работах, и еще время оставалось. Но надо было семью кормить. Соответственно, я послал заявку. При этом сразу скажу, что такую-нибудь подробность. Заявку написал не я сам, а написала моя жена. То есть я ей диктовал, чего писать, написал черновик, а потом она переписала, потому что у меня отвратительный почерк с тех пор и до этих. Она плевалась, она говорила, что ты, дурак, делаешь. Я говорю, ну, хочется посмотреть. Ну, переписала эту заявку, мы отправили. Благополучно я защитил диплом, пошел работать молодым специалистом. Значит, было весной, вот это все то, что происходило до того. И где-то в ноябре я получил приглашение приезжать и на отбор. А это уже был другой совсем разговор, потому что надо было работать с 8.30 до 17.30. Да еще приглашали на рабочие дни в пятницу. С пятницы, пятница, суббота, воскресенье. То есть три дня проходил отбор? Да. Соответственно, 90 человек. По 30 в день. Три дня проходил отбор. Но у меня, слава богу, были отгулы. Поскольку я был молодой специалист, у меня отгулов было много, поскольку меня направляли дежурить в народную дружину после работы. А там было такое, день до, день после, день в книгу. Соответственно, у нас голов много, я взял отгул и поехал. Прошел отбор. И вот с тех пор никак не могу остановиться. Денис, а когда ты смотрел на игры, в том числе Александра Абрамовича, ты думал, что ты ничем не хуже? И было ли это одной из мотиваций, почему ты решил попробовать себя в телевизионном клубе? Ну, я в детстве себя с Александром Абрамовичем не сравнивал, потому что понимал, что нет, все-таки разный уровень. У меня вот похожая история с бегущей строкой, позвонить, была с другой интеллектуальной телепередачей, если ее можно назвать. Да, самая умная была такая. Противоречите, да. Он визуевый, он хозяин, а я гусь. Можешь ориентироваться на меня. Да, пожалуй. Ты знаешь, мы вырежем, если что. Тоже правда. И вот у меня была похожая история, тоже приехал, поучаствовал в отборе. В «Что, где, когда» я понял, что, наверное, тоже мог бы, теоретически, когда в клубе появился Боря Белозеров. Ну, тоже по понятной причине, что Боря, мы с ним были знакомы, он тоже играл в «Самый умный». И когда я увидел его сначала где-то там в зале, подумал, может быть, почудилось. Потом он сыграл, и я подумал, что, в принципе, может быть, если уж так можно. Если уж Боря Белозеров играет, да, то мне «Самбук» верил. Ну, да. Появилось ощущение, что, оказывается, там, ну, не боги горшки обжигают, вот это вот все. И, оказывается, можно действительно попасть в телеклуб и сыграть за зеркальным столом. То есть, если отбросить шутки, то ты, на самом деле, просто увидел человека своего поколения, да, с которым ты вместе играл, и понял, что ты тоже можешь себя попробовать. А ты, кстати, попал прямо с первого отборочного тура. Да, я попал с первого отборочного тура. Я тоже помню эту историю. Это был какой-то зимний день. Я был в университете, мне позвонили, сказали, что вот мы из «Что, где, когда» хотели бы познакомиться, поиграть, пригласить на отбор. Если честно, ну, там, естественно, сердечко бьется, очень волнительно. Но на твоем отборочном туре, в отличие от, например, отборочного тура Александра, было немножечко по-другому, да? Это не тридцать не было, да? Да, всего один день. Девяносто человек. Гораздо меньше человек. Ну, наверное, человек 10-15, около того. И, если честно, вот тогда я впервые увидел вживую господина ведущего. Вот, удивился, что, оказывается, сам присутствует на отборах. И помню, что после отборов, ну, просто стал ждать. Через какое-то время позвонили, сказали, что вот попал в команду. Думаю, прекрасно, отлично, значит, буду еще дальше ходить на отборы. Я спрашиваю, а кто еще попал? И мне, к моему удивлению, называют еще пять фамилий. То есть, как бы, вместе со мной получается шесть. Думаю, ого, это что я, как бы, прям в команду попал? И оказалось, что да. Слушай, а вот сегодня, когда ты приходишь в охотничий домик, ты можешь сказать, что чувствуешь себя уверенно? Увереннее, чем раньше, но все еще кажется, что не настолько уверенно, как вот корифеи. Александр, а вы когда стали чувствовать себя уверенно в зале? С первой игры? С первой игры, наверное. Ну, да. Денис, а если вот обсудить этот вопрос про, когда себя ты можешь почувствовать главным? Все-таки вот, ну, про позицию Александра мы, наверное, поняли, да, он и очень долго в клубе, и практически там был одним из первых знатоков. Ну, 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 мы второго поколения. Вот это вот набор второго поколения. А сколько вы поколений выделили бы вот за все время? Ну, первое поколение, нет, ну, это тяжело сказать. Первое поколение, это вот как раз ребята, с которыми начиналась игра. Вот с 75-го по 80-м, да? С 75-го по 81-й. Там Витя Сиднеф постарше, он пришел в 78-м играть. Но это все равно первое поколение, потому что это был штучный отбор по этим самым, по московским вузам. Наталья Ивановна Стасенко ездила туда, кого-то отбирала, приглашала сюда из хороших московских вузов. И были все москвичи. Вот это первое поколение. А вот когда появились понаехавшие, иногородние, вот тогда это второе поколение. И, наверное, где-то года до 85-го, 86-го. Ну, 85-го, наверное. Ну, вот, после 85-го там снова появлялись люди. Отдельная история, это года 88-89, когда одновременно играло много команд. И там пришли новые люди. В частности, ну, вот в 89-м впервые появился Федор Двинятин. В команде, когда было много. В одной из... Ну, в питерской команде, в общем. Он и Леша Вавилов. Ну, а дальше уже пошла другая немножко история. После того, как переехали в домик, в нескучную саду, там уже... Ну, это еще третье поколение. И дальше там, я даже не знаю, если их считать по пальцам там. Ну, их достаточно много, Денис. А как тебе кажется, что вот влияет на это различие поколений знатоков? Какие факторы? Их много. Да, их, очевидно, довольно много. На самом деле, я бы говорил о каких-то поколениях и выделял бы их вот по двум основным признакам. Первое — это сколько человек сыграл игр, собственно, в телеклубе. И второе — по отношению к спортивному что-где-когда. Потому что мне кажется, что есть вот большая разница между теми, кто начал играть в спортивное что-где-когда и достаточно много поиграл, и уже потом пришел в телеклуб, и между теми, для кого это примерно одинаковые по влиянию вещи или те, кто начал с телевизионного что-где-когда. Мне кажется, вот это основная такая разграничивающая черта. Ну, то есть, первое — это такой опыт просто игр в домике, да, на самом деле? Да, да. От этого зависит вот в основном как раз волнуешься ты или не волнуешься. Опять же, какой-то опыт взаимодействия с именно телевизионными вопросами, потому что от спортивных они достаточно сильно отличаются, чтобы не говорили Николай Крапи или Равшан Аскеров. Денис, ты разграничивал, значит, получается, что если грубо делить на два поколения, да, в разрезе спортивного что-где-когда есть поколение, которое играло в телевизионном клубе и потом стали дополнительно, грубо говоря, играть в спортивное что-где-когда, а есть те, которые начинали в спортивное что-где-когда и пришли в телевизионный клуб, как ты, например. Да, я бы так сказал, но, опять же, делить на два поколения – это очень грубо, то есть, конечно, спектр... Это не поколение, это способы существования, способы возникновения вот этого интереса. А вот про способы, не совсем про способы возникновения, интересно ваша точка зрения по поводу того, насколько ведущие в телевизионном клубе формируют вот эти вот поколения. То есть чем отличается поколение, которое начало играть при Ворошилове, и поколение, которое начало играть при... Поколение кого? Знатоков. Есть какие-то отличия? Я не зря задал этот проекционный вопрос. Я готовился. Хотелось бы верить. А? Хотелось бы верить, что я готовился. Я тоже. На самом деле говорить про поколение знатоков – кто такие знатоки? Во-первых, давайте договоримся, опять же, с точки зрения своего опыта, что знатоки – это неправильное слово. Сам Ворошилов это признавал. Я поэтому всегда употреблял знатоки в кавычках. Не подобрали более удачное слово, потому что все соответствующие процессу, они хуже по контексту. На самом деле это не знатоки, это ответчики. Те, кто отвечает. Как по-другому сказать? Есть другие передачи. Нет, ну вот они… Сейчас сюда. Нет, ну я сказал, что лучше не подобрать. Это люди, которые отвечают. И поколение, условно в кавычках, знатоки, так вот это поколение знатоков, как поколение футболистов. Чем отличаются футболисты одного поколения от другого поколения? Ничем не отличаются. Они либо умеют играть в футбол, либо не умеют играть в футбол. Ну, это, знаете, это если обсуждать в одном разрезе. Вы же понимаете, что футбол тоже эволюционирует, как и игра, и, возможно, футболисты… Расскажите мне об этом. Про футбол? Да. Это тема для отдельного подкаста. Это тема для отдельного подкаста. Либо человек быстро бегает, хорошо передает мяч и забивает голы, тогда он футболист, либо он ничего из этого не умеет, и тогда он не футболист. Вы считаете, что футболисты, которые хорошо играли, не знаю, в 80-х, сегодня тоже играли бы хорошо? Или могли бы играть, с учетом того, как игра изменилась? А как игра изменилась? Про футбол? Про футбол. Другие скорости стали, вы же видите. Другие физические возможности. Но вы же понимаете, да, что люди меняются. И точно так же люди меняются. Но если ты, еще раз, если ты умеешь быстро бегать, быстрее, чем соперники, если ты умеешь точно отдавать мяч, если ты умеешь бить по воротам, то тогда ты футболист. А если ты этого не умеешь, хоть в 70-х, хоть в 58-м, хоть в 2021-м, то ты не футболист. Либо ты футболист, либо ты не футболист. Только еще, либо ты знаток, либо ты не знаток. Либо ты умеешь давать ответы на вопросы. Вопросы изменились. Точно так же, как игра. И скорость, и все дела. Но либо ты умеешь, либо не умеешь. И здесь еще вот какой момент, что все-таки знаток, это кто-то знает, а ответчик, кто-то отвечает. Поэтому знаток все-таки, тут требуется некая, как бы сказать, база. Денис, мне много есть, что возразить, но давай все-таки про тебя. Мне на самом деле тоже. Давайте, ребят, поспорим. После случая я хотел бы рассказать анекдот. Ну, во-первых, я разблокирую некоторую ачивку. Рассказать анекдот Александру Абрамовичу, а не наоборот. И до Александра Абрамовича. И до. Успеть. Да, что вот однажды Белле спросили, вот как вы думаете, там, сборная Бразилии вашего времени... 58-го года. Да. Как бы она обыграла? С каким счетом она бы сыграла с нынешней сборной России? С счетом 1-0, да. Ни разу не слышу, что мне рассказывали два человека. Так, продолжайте. Да, а почему всего с счетом 1-0? Ну, знаете, большинству из нас уже за 80. Вот, и Александр Абрамович, я так понимаю, придерживаются примерно вот этой точки зрения, что более-менее не изменились правила игры, не изменились какие-то требования к игрокам, но вот там те различия, которые есть, они в основном связаны с тем, что сами люди меняются. Вот я на самом деле не согласился бы, потому что даже если посмотреть игры 90-х годов, я недавно начал пересматривать игры 90-х, это просто шедеврально. Мне, правда, очень нравится эстетически это зрелище, но кажется, что все-таки люди обсуждают заметно по-другому, потому что стало обсуждение заметно и быстрее, и в какой-то мере техничнее. Вот тут мы подходим к... Что значит техничнее? Да. Этого вопроса я тоже ждал. Это вот как раз тот навык, который хорошо вырабатывает спортивное что где когда, что ты делаешь с вопросом те вещи, которые ты с ним должен сделать, и те вещи, которые в него заложил редактор, чтобы ты сделал. То есть, условно, если посмотреть игры 90-х, то там команды подходят к вопросу так штурмом, больше интуитивно и вот всеми силами и как-то, я бы сказал, эмоционально немного более хаотично. Если посмотреть игры нынешних команд, ну, не берем там в расчет... То есть ты говоришь по такой более структурированной обсуждению, что понятно как, когда, да. То есть задаются, ну, какие-то вопросы, не сказать, что однотипные, но примерно понятные, что... А вот что от нас хотят здесь? Давайте еще повторим форму, давайте повторим вопрос, давайте за 10 секунд до конца перескажем версии. И кажется, что такого стало больше. И кажется, что это с большинством вопросов помогает. И кажется, опять же, что в какой-то мере это тоже вдохновлено спортивкой. Давайте вернемся к названию нашей темы. Александр, можно я расскажу нашим слушателям про то, с чем вы сравнили вообще нашу тему и довольно скептически относились к наличию здесь какого-то предмета для разговора? Да, я могу сам сказать. Скажите. В старые добрые времена, когда я был пионером, и еще несколько поколений после этого, в пятом или в шестом классе на сборе дружины пионерской обязательно проходили диспуты, возможна ли дружба между мальчиком и девочкой. Одни были за то, что возможно, другие были за то, что невозможно, и в конечном счете все приходили к единому мнению, что возможно. Это была такая традиция. Многие мои знакомые, с кем я разговаривал, вот примерно так. На мой взгляд, нету темы различия между поколениями знатоков. Я об этом только что сказал. Если ты знаток, то ты... Если ты футболист, то ты умеешь. Если ты знаток, то ты умеешь. Поэтому, ну, либо ты умеешь, либо ты не умеешь. Денис, то есть давай расскажем нашим слушателям, что вообще, почему эта тема появилась и почему, на мой взгляд, она очень актуальная, потому что очень многие пишут, особенно вот до 2021 года, когда таких изменений в составах не было, что игра знатоков более старшего поколения и более молодого, она очень сильно отличается друг от друга. Очень разное обсуждение, очень разный подход к вопросам, очень разный формат взаимодействия с ведущим. И там вообще столько аспектов, потому что, честно говоря, я удивлен, что вы считаете, что ничего не меняется. Я тоже. Ты в этом плане на моей стороне. Да. Вы действительно считаете, что разницы нет? Я считаю... Нет, ну как, ну... Я, извините, вас прерву. То есть я понимаю, что вы говорите про то, что, безусловно, очень важный аспект, это просто про разницу отдельных личностей. То есть как бы, что вы Александр Грузи, это несколько... Нет, разница поколений существует. На мой взгляд, не существует разницы... Вот если ты футболист, то ты футболист. Ну, просто, ну вот, она болеешь, совсем недавно, так сказать. Есть команды, которые футболисты, а есть команды, которые, не будем показывать пальцами, не футболисты. Пытаются бегать, пытаются передавать, пытаются забивать, не получается. Но если хотя бы что-то у тебя получается, тогда у тебя идёт игра. И точно так же она идёт игра и здесь. Не бывает разных поколений слесарей. Давайте от футболистов уйдём. Но то, как они занимаются ремонтными работами, со временем меняется. Потому что меняется технология. Естественно. Если ты слесарь-ремонтник, то ты должен разбираться в устройстве, ремонтировать там и механизмов. Эти механизмы меняются. Но всё равно ты должен уметь обрабатывать поверхности напильником, уметь нарезать резьбу вручную и уметь зенковать отверстия. Понятно. Другие требования, когда другие немножко приборы. Но слесарь, всё равно слесарь, у него есть перечень, чего он должен уметь. И без этого ты не станешь слесарем ни второго, ни четвёртого разряда. Да, но есть, например, поколение художников. И вот если раньше художник у нас было... Не-не-не, вот про художников не надо. Художники... А, но если не надо, то давай про слесарь. Художники – это другое. Художники – это другое. Новое поколение... Не, понимаешь, если ты продолжаешь такую аналогию с художниками, то тогда скажи, чем новое поколение знатоков подарило игре? Подарило игру. Чем? Своим взглядом. Художник отличается... Я так вижу, если уж говорить это самое про... говорить анекдотами, как один из посетителей выставки подошёл к Пикассо и говорит... Мсей Пикассо, почему вы рисуете такие странные картины? Знаешь это? Вот, кстати, нет. Я так вижу. Но... Мсей Пикассо, если вы так плохо видите, зачем вы вообще рисуете? Примерно так. Нет, свой взгляд на вещи понятно. Кстати, я не знаю, в курсе или нет, что Пикассо очень хорошо... Классические рисунки, классические рисунки, они очень хороши у Пикассо. Но он действительно свой взгляд переставил на вот это. Да, но я вот здесь, на самом деле, когда говорил о художниках, скорее даже говорил не про взгляд, а про то, что раньше надо было рисовать кистями, теперь можно там на каком-нибудь айпаде, на планшете. Ну, то есть, всё-таки кажется, что... Но при этом хорошо бы понимать, что ты делаешь. Понимать разницу... Это хорошо в любой ситуации. Понимать разницу между техникой и жанром. Конечно. Хотя я к чему сказал? К чему? К чему же? Хорошо бы команде понимать разницу между аппликацией и коллажем. Есть такая разница, есть, но, возможно, она не всегда существенна. Она существенна. Именно потому, что есть метод и есть жанр. Хорошо бы их не путать. Денис, давай перейдём к практике, потому что у меня складывается ощущение, что, может быть, это разница поколений, да, но мне кажется, что Александр как будто бы говорит про то, что если ты забиваешь головы, ты футболист, отвечаешь на вопрос, что ты знаток. А у нас тема не в том, знаток ли ты или знаток Александра, а в том, чем вы отличаетесь. Просто забивать головы тоже можно по-разному. Абсолютно. И у меня здесь к тебе вопрос. Ты же за 2021 год играешь в команде Балаша-Касума. Всё-таки это, наверное, немножечко другое поколение. Да? Ну, как минимум, по возрасту, да, и по опыту про что ты говорил. Какие у тебя были сложности или там, не знаю, какая-то, наверное, синергия появилась за счёт того, что вы играете вот так вот в одной команде? С чем ты сталкивался? Мне кажется, что вот здесь скорее можно говорить о каких-то синергиях, потому что даже в команде Балаша-Касумова вот сейчас есть три игрока, которые активно играют в спортивку, и есть три игрока, которые в неё практически не играют. И очень интересно смотреть на вот эти вот синергии, потому что как, например, работает мозг Дима Авдеенко, Юлия Лазарева, и как они придумывают свои версии, я понимаю хуже, чем то, как примерно могут рассуждать Эльман или Серёжа. Вот. И то, как Балаш эти версии выбирает, для меня тоже в какой-то мере сейчас чёрный ящик. Я надеюсь, что там буду понимать чуть лучше, но сейчас я просто на это смотрю, и мне очень нравится, как это всё вместе синергирует, вместе работает. И вот мне кажется, что как раз то, что какая-то разница в поколениях есть, это помогает. Это вот как раз этот акцент про спортивное, что ты говорил вначале. Александр, а вот у вас, например, с этого сезона, ну, Инна Семенова уже давно играет, но приведу её в пример. Она по-другому играет? Есть ли различия вот именно в манере игры, если абстрагироваться от её личности, от вашей личности вот в поколениях? Есть ли это как? В поколениях, безусловно, есть разница, потому что разные поколения людей, но всё равно остаётся, ну, как, когда она играет как знаток, у неё получается. Когда она играет как незнаток, у неё не получается. Как можно играть как незнаток? Что это значит? Можно. Расскажите, это интересно. Нет, ну, вот как, ну, рассказ о том, как примерно, ну, вот методика игры занимает примерно два с половиной часа. Если хотите, можно попробовать. Я, когда детишек тренирую, у нас вводные занятия, оно продолжается два занятия. Я рассказываю, что происходит, ну, вот как понимать. Примерно так, как я в своё время рассказывал, играя в команде Марины Уфаевой с Димой и с Юлией. Я им тоже рассказывал, пытался рассказать, что должно происходить. Сколько они на тот момент сыграли? Они на тот момент сыграли пару игр. Нет, они пару игр сыграли, но вот, как бы, на самом деле, если говорить о разности поколений, очень хорошо, когда люди разных поколений, точно так же, как я заходил в игру, меня учил Саша Сидин вместе с Никитой Шенгином. Потом, когда мы выучились и освоились, мы перешли в другую команду. Потом с нами играли какие-то молодые ребята, там, со мной, с Витей, там. Потом получилось так, что команда Санкт-Петербургского клуба «Дом», еще не Санкт-Петербургского, еще Ленинградского, стала чемпионом Советского Союза по брейнерингу, не зашла в телеклуб с молодыми ребятами, там, с Федей Двинятиным, с Лешей Блиновым, с Олегом Котлером, с Ирой Гондилян. То есть, ну как, ну вот, как-то вот получилось им объяснить, как это все должно происходить. А потом они дальше объясняли другим людям. То есть, на самом деле, на мой взгляд, вот, говорить, это вот молодое поколение, и они, ну, соль земли, а это старое поколение, которое себе изжило, это вот повторить то же самое, что в свое время делал Владимир Яхович, провоцировав нас на свободное поведение, на самом деле, полезно, когда молодые люди, вот тебе сейчас очень повезло. Я согласен. Вот. Будем надеяться, что там, Дима, Юля, Балаш, первую голову там, и все остальные, они как-то, ну, направят тебя на нужный путь. Ты еще себя на нем не ощущаешь? Я предпочитаю, да, не отвечать. Ладно, Денис, мне нужно с тобой свериться. Да. Давай подытожим то, о чем мы все поговорили. Значит, если я правильно понял, то Александр считает, что разные поколения есть, но это в первую очередь просто разные поколения по возрасту, это люди разные. На самом деле, люди разные по восприятию. потому что там, ну, мы бумеры, там. То есть это, грубо говоря, как спрашивать, чем я отличаюсь от вас? Ну, например, да. но если мы будем делать одно дело, забивать голы, работать слеслим, играть что, где, когда, другого способа не придумано пока. Это знаете, как это самое в старое доброе время можно будет вырезать этот анекдот? Армянское радио спросили, как люди будут размножаться в будущем. Знаете? Я нет. Отлично. Я тоже не помню. Как люди будут размножаться в будущем? Армянское радио ответило, в будущем люди будут размножаться при помощи пара и электричества. В комнату входит пара, гасит электричество, а дальше старым способом. Сейчас очень важно, сейчас очень важно внимательно слушать мою инструкцию, потому что сейчас у нас супер-блиц. Три вопроса, Александр, по 20 секунд на каждый ответ. А с кого начнем? Выберите. С Денисом. Денис. Как на военном совете. Сначала младше позвоним. Денис, что бы ты выбрал? Вернуться в прошлое и сыграть в игре 1985 года или попасть в будущее и сыграть на игре 2055? Ох, наверное, в будущее, потому что в прошлом я примерно представляю себе игры прошлого, а вот игры будущего это было бы прям очень интересно увидеть. И опять же, я бы тогда знал, что в 2055 году игры будут. Это тоже знание, которое воодушевляет. Александр, а вы? А это на двоих? Да. вы можете не развивать идею Дениса, а предложить свою. Еще раз. Здесь нужно выбрать. Что бы вы выбрали? Вернуться в прошлое и сыграть в какой-нибудь игре 1985 года или попасть в будущее и сыграть 1055? Так я играл в игре 1985. Так я играл в игре 1985. Вам просто неинтересно. Вы бы в будущее. Нет, ну, вот Денис сказал единственную правильную вещь. За весь подкаст? Или на этот вопрос? За все время вообще. Нет, нет, нет. Отвечай на этот вопрос. Так. Про то, что в будущем существует... Про то, что вот убедиться, что в будущем существует игра «А что, где, когда» и убедиться в том, что знатоки 2055 года, которые заслуживают этого звания, не отличаются от знатоков 1985. Как вы подвели. Хорошо. Александр, тогда следующий вопрос начнем с вас. В шахмат-тамбалет. Да. Назовите лучшее качество в разрезе знатока, которое вы, правда, отрицаете, противоположного поколения. Вот какое есть такое качество поколения Дениса, которое вы считаете, что у вашего нет, и это очень классно. Они не стесняются, не стичишь. А вы стесняетесь? Ну, мне, например... Ну, я не знаю. Ты помнишь свою вот эту вот игру, где вы выиграли 6-0? Помню, была. Первый вопрос. Когда Миша... Первый. Про английский клуб. Да, 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 это было. Я бы постеснялся сказать. Дворянское собрание или английский клуб, неважно, то, что он сказал в эфир. Потому что Дворянское собрание и английский клуб, во-первых, это два разных здания, но это две разных по существу организации. Я думаю, Миша до сих пор не может спать. Нет, но я не уверен, что он не может спать. Я, как бы сказать, вспоминаю, типа, мне нравится, человек так уверенно отвечает. Неважно, английский клуб или дворянское собрание. Ну, как-то... На тот же вопрос ответишь? Про лучшее качество старшего поколения, возможно, которого у вас нет. Мне кажется, это отношение к игре как к жизни. Ну, вот я понимаю, если вот смотреть те же игры 80-х, 90-х, и особенно приятно смотреть Леониду Владимирску, Леониду Климовича. Это же просто взрыв эмоций, даже когда они отвечают неправильно, даже там, когда, казалось бы, вопрос очевидный, а версия придумывается. Вот иногда такой вот эмоциональности её не хватает. Вашему поколению. Да. Денис, и последний вопрос для тебя. это самый яркий представитель противоположного поколения и твоего. Для тебя. Противоположного поколения собственно сидит противоположно, мне кажется. Это Александр Промыч Друсь, который не то, что для меня, для всех, наверное, зрителей что где когда, это вот первая ассоциация. А если про твоё поколение говорить? Я бы назвал, наверное, Борю Белозёрова. Александр Ия, ваша очередь. Про своё поколение и про молодое. Самое яркое представительство? Да. Для вас. И здесь точек, ну, и здесь точек, там два человека из моего поколения. Я ведь вот за всю историю. Я не знаю, кого вы причисляете к вашему поколению. Нет, ну, тех, кто начинал в моё время, да. Но их много таких. Я бы сказал, ну, вот Лёня Владимирского уже называли. Леонид Владимирский. Леонид Владимирский и Олег Долгов. Я бы ещё сказал Фёдор Двинячин, но он не моего поколения, он следующего. А из молодого поколения? Наиболее типичный представитель? Самый яркий для вас. То есть это вот поколение то, что называется зумеры, да? Можно ещё миллениалов, да. Нет, миллениалов можно включить, да? Тут вопросы вот. Я спросил противоположного. Вы можете считать противоположным кого хотите. Хотите зумеров, хотите миллениалов, хотите бумеров. На ваш вкус. Нет, ну бумеры это не противоположные, это моё. Э-э-э-э, так. Сейчас соображу. Он наиболее яркий представитель того поколения, который соглашусь, Боря Белозёров. Боря Белозёров. Благодарю вас. В гостях у нас сегодня были Александр Друсь и Денис Галиакберов. Подписывайтесь на социальные сети «Что, где, когда». Меня зовут Михаил Крюк. До встречи в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова